здравствуйте мои дорогие всем привет с вами юра вы смотрите geek media и сегодня вас ждет очередной еженедельный выпуск новостей со всеми новинками прошедшей недели и немножко забегая вперед на будущее погнали если вы уже поиграли в assassin creed вальгалла тогда вам знакома игра орлок создателям новой серии похождений ассасинов так понравился отзыв игроков на игру орлок что они решили сделать ее настольную версию и выйдет она в 2021 году в ближайшее время появится довольно много настольных игр по произведениям франка герберта и разумеется анонс настольно-ролевой игры по дюне не заставил себя долго ждать делать я будет издательство modifus известная многими настольными играми включая джон картерс марса и инфинити настольная ролевая игра например выход игры приурочат разумеется появлению на экранах сериала от дэнни вильнёв а в следующем году основная книга правил выйдет в базовой обложке и трех делюкс обложках юс и о поле выпустили игру по роману стивена кинга сияние и по одноименному фильму эта игра так называемой колы кроникл серии и это такой настольный escape room каждая серия которого будет посвящена известной франшизе уже была игра по скуби ду и вот теперь у нас по сиянию 4 журнала с повествованиями 11 закрыты конвертов не дадут вам заскучать в ходе прохождения игры блок мане этой серии игр основанная на комиксах про судью дреда и она будет переиздана в следующем году в этой соревновательной игре вы будете управлять жителями мега городов и будете сеять хаос разрушения в городах ваших оппонентов для этого будете разыгрывать специальные карточки которые будут делать вашим оппонентам всякие гадости игра это очень давно не переиздавалась но когда-то была популярной capstone games известная своими комплексными евро играми в следующем году выпустит игру посвященную торговле кофе а так и называется кофе трейдер из вам как торговцу кофе совместно с вашими конкретными надо будет разработывать различные плантации в разных частях света и вам также нужно будет развивать свои пути сбыта как маленькому бизнесу так и крупным заказчиком а выиграет тот кто заработает больше денег на продаже кофе игра как встал у капстоунов выглядит офигительно и в ней классные компоненты от автора покорения марса в следующем году выйдет игра starscrapies orbital по факту это переиздание игры где вы будете пристраивать к своей станции модули отправлять на них своих рабочих и игра это на карточном движке игра сама по себе проходила честь кикстартер в этом году а данный новостной выпуск проходит при поддержке магазина meeplehouse.ru и если вы не знаете то кроме тех самых замечательных органайзеров для настольных игр мипплхаусов так называемых которыми вы можете от мипплхаузить свои игры на сайте этой компании можно приобрести различные настольные игры и аксессуары к ним и они не стали делать и черные пятницы на прошлой неделе ребята просто взяли и запустили 27 числа сразу три мега крутые акции первая из них это тайный санта которая будет дарить вам подарки если вы заказываете игры с meeplehouse.ru 2 из них это двойной кэшбэк и она вернет вам кучу денег в виде баллов на сайте за который вы сможете купить себе еще настолки или аксессуары к ним и третья акция это розыгрыш сразу 100 тысяч рублей для всех кто участвует в заказах настольных игр и заказывает на определенную сумму короче ребята не только балуют нас своими крутыми органайзерами так они нам дают еще и игры покупать по крутым акциям переходите на сайт meeplehouse.ru ссылочка вы найдете в описании и если хотите почитать подробнее про каждый из этих акций ссылки также в описании под роликом а мы едем дальше мне очень нравится то что у нас новости растут и людей становится которые помогают нам снимать новостные выпуски все больше и больше я очень рад каждому выпуску с чеширом или с нашим пашей но еще у нас есть паша сюр который ведет блог по настольным играм с миниатюрами и варгеймом который называется настольный сюр и мы приветствуем его снова у нас он расскажет сегодня в том числе крутую новость для фанатов малифо паша привет тебе слово всем здорова юра подписчики гиг медиа и сторонние зрители мы переходим к новостям варгеймов games наше все варкшоп открыл предзаказу огромное количество новых батл форсов а также много новиночек для бладов новая книжка новые кубики карты и миниатюрки также гвшники показали парочку роудмапов дорожных карт нам показали как будет развиваться вархаммер андерволд в двадцать первом году мы увидим лизардов мы скорее всего увидим оси архов возможно вампиров диких орков и скорее всего и до нет а вторая карта по игре некрамунда про которую я сейчас активно рассказываю на своем канале если интересно переходите и подписывайтесь нам рассказали что во втором квартале мы увидим обновление для дома кавдор это такие фанатичные бомжи в третьем квартале нам выдадут обновление для дома делак таких шпионов и ассасинов а вот в четвертом квартале пока секрет надеюсь что-нибудь вкусненькое будет night models своего бэтмена наконец-то выкатила всю банду двуликова там прям есть сам шикарнейший двуликий его два еще более шикарных прекрасных хенчмена а также несколько бандитосов плюс хаш и новый бэтмен очередной тити комбат не устают радовать нас своими халфлингами правда теперь уже живыми плюс они заанонсили несколько миниатюр с ковидной тематикой и вот паладин работающий на удаленке просто великолепен nordstar открыли к предзаказу новое дополнение для frost grave напоминаю что это фэнтези варгейм кампейна ориентированный варгейм то есть вам необходимо будет играть не одну игру а целую серию сегодня нас еще порадует мантик он выкатил большое обновление для своих крысюков и некоторые миниатюрки так себе но есть и шикарные вот жирный крысю прям мне очень зашел ну и на сладкое в моем любимом малифо вышла новая фракция общество исследователей но как вышло вышла наконец-то книга где нам показали арты всех новых героев новых персонажей и теперь мы можем почитать их бэк и их способности минички пока к сожалению не подвезли ролик про общество можно будет посмотреть у меня на канале в ближайшее время ну если вы поддержите меня на патреоне лебусти или через неделю если не поддержите а на сегодня все надеюсь вам было интересно юра тебе слова пул а мы переходим к новостям кикстартер и помогать с ними по хорошей традиции нам будет владимир крылов который вы знаете как чешира ведущего чеширский уголок валой привет привет всем и так не мусор это игра которая снова вышла на кикстартер и в этот раз с последним ультимативным изданием в который входят все дополнения включая самое новое это приключенческая кооперативная игра для одного четырех игроков один из модулей причем позволит играть ее не в кооперативном режиме а в соревновательном режиме и основана она на известном романе 20000 лье под водой как вы знаете роман это рассказывал нам про капитана нема и его субмарину наутилус вам предстоит в этом самом корабле пережить различные приключения следить за состоянием наутилус и его командой и игра оформлена очень классно в стиле оформления романов середины 19 века с одной стороны я люблю кооперативные игры которые рассказывают интересные истории и определенная война капитана нема одна из таких игр с другой стороны я категорически не люблю игры которые созданы для игры в соло авторы откровенно обманывают игроков что их игра на большее количество людей и к сожалению эта игра именно из таких хотя на коробке написано что можно в ней играть от одного до четырех игроков по сути в ней можно играть в любом количестве потому что никакой персонификации вашего вашего героя в игре нет вы все в купом как один будете играть за наутилуса его команду если это вас не смущает то наверное стоит попробовать эту игру в ней вам предстоит путешествовать по водному миру земли и соответственно сражаться от имени капитана нема с империалистическими силами девятнадцатого века за соответственно права и свободу неправданных и порабощенных народов каждый ход вы будете вытаскивать карточку события которая будет определять условия в которых вы соответственно и будете все это делать вам предстоит сражаться с кораблями и целыми флотами империалистических колониальных сил искать сокровища исследовать океанское дно и всякие такие интересные вещи причем можно сказать что это какой-то степени своеобразный сандбокс потому что вы можете идти к заветной цели любыми путями причем у вас будет в каждой игре разная мотивация капитана нема и соответственно вы даже можете идти к этому конечной цели не особо хорошими способами но надо понимать что один из вариантов проигрыша в игре это набрать определенное количество дурной славы в целом игра выглядит красиво полный комплект стоит 89 долларов в россии доставка есть хотя сколько она будет стоить никто на страничке гикстартера не упоминает если вас не смущает то что игра соло то флаг вам в руки и пацаны на гикстартере прямо сейчас пацаны но не те которые сперми а те которые по комиксам или если вы комикс мечтали то по сериалу те до которые суперов мочат в этой игре цель каждого из вас будет соответственно замочить патриота и для этого будете привлекать на свою сторону суперов подкупая их шантажируя заманивая ну или на просто тупо набиваем морды круто то что игра абсолютно не кооперативная а соревновательная выиграть не только один и выграем достаточно забавно оформлена она под комиксы и в базовую коробку входит больше 80 суперов очень круто я очень люблю игры в которых есть много разнообразных карточек и хотя не особо большой фанат комиксов целом игры с комиксовой тематикой обыкновенно мне нравится так что наверное эта игра мне бы понравилась вопрос однако в том стоит ли вложиться в нее на кикстартере поэтому я порылся в механиках к сожалению ничего интересного в них я не нашел игроки действуют через пол очков действий которые распределяют между разными видами действий этих действий не особо большое разнообразие основной вашей задачей это собрать скудные ресурсы и на них нанять супергероев которые будут членами вашей команды каждый супергерой и вам дает какие-то дополнительные способности обыкновенно это дополнительные действия и таким образом игра как бы представляет собой табло-билдинг с лавинообразным нарастанием силы вашей команды в целом выглядит неплохо но ничего такого оригинального в я в этой игре не нашел поэтому мой вердикт что эта игра не очень то стоит своих денег особенно имея ввиду ту сумму которую они просят и имея ввиду я не только не сами компоненты игры они довольно таки приятные на вид именно богатство ощущение которое эта игра могла подарить явно что игра очень простенькая и авторы решили выехать просто на хайповой теме escape the dark sector вышла на кикстартер с четырьмя новыми дополнениями эта игра из серии escape the dark который по факту является книгой игрой перенесенный в карточный формат мы как-то уже играли эту игру с бустерами но играли в ее фэнтезийную версию которая называлась escape the dark castle в этой же игре вам придется сбежать из темного сектора и это sci-fi кооператив для одного четырех игроков где вам нужно будет выбраться из странных событий которые встанут вас на пути вам придется проходить через странные иной раз опасные комнаты сражаться врагами и рано или поздно выйти на бой с боссом я не понимал идею сделать эту игру настольной в ее версии про замок не понимаю сейчас по сути это сравнительно интересная книга игра которую накромсали и сделали из нее настольную все что вы найдете в этой игре в качестве механик уже было и есть в разных книгах играх которые например в болгарии были очень популярны в 90-х наверное единственное преимущество настольной версии что к ней легче можно добавить разные экспанжены сюжетные и механические и в целом можно немного покромсать целостность сюжета за счет разнообразия через перетасовку соответственно страниц этой книги игры но вот для книги игры мне как-то жалко отдавать 10 тысяч рублей а именно столько стоит полный комплект со всеми дополнениями к этой компании и еще около 3000 до доставку в россии татсука чо вышел на кикстартер с игрой aqua garden в которой вы будете создавать на своих планшетах аквариумы из рыба миплов черепах миплов водоросли миплов и всяких других подводных миплов это красивая и медитативная игра на менеджмент ресурсов и сбор сетов выглядит очень симпатично и с учетом того что вам нужно будет ходить паранделю для набора рыб чтобы набирать их для своих аквариумов а еще хитро распоряжаться своими миплами рабочими ассистентами на своем собственном планшете то может быть играется на тоже неплохо посмотрите на нее повнимательнее к тому что сказал юра могу добавить только то что реально в игре очень красивые деревянные миплы с принтами в игре вам предстоит собирать из определенных видов морской живности и растительности сеты при этом есть определенные правила комбинаций которые надо соблюдать например лучше не ставить акул с мелкими рыбками в один сектор по объясним причинам в целом на мой взгляд очень медитативная и я бы сказал сувенирная игра так как отсутствие более глубоких механик в ней компенсируется весьма привлекательным внешним видом чешир что-то мне на этой неделе кики как-то не очень но за исключением может быть пацанов вообще в принципе и выбрать особо нечего возможно издатели и авторы не хотят запускать свои проекты так чтобы они попадали на новогодние праздники или подготовку к новому году как ты думаешь кроме приближающихся праздников есть еще и фактор недавнего эсена все старались запустить свои интересные проекты перед эсеном чтобы привлечь внимание публики потенциальных партнеров сейчас явно своеобразная передышка но с другой стороны может быть просто неделю не удалось я вот смотрю на кикстартеры появляются все новые и новые проекты некоторые из них весьма интересные как например аркиншилд обещающий новый взгляд на колдострой или симпатичная семейная евро кричер комфорт интересные проекты есть но только надо поглубже порыться спасибо чешир а я хочу напомнить вам что вы можете помочь в развитии нашему каналу помочь нам сделать больше видео как видите их выпускаем уже практически каждый день мы можем сделать их лучше можем сделать их качественнее можем сделать их такими какими хотели бы видеть их вы например наши бустеры это те кто поддержит наш канал на бусте . то slash geekmedia они например выбирают нам игры на стримы которые вы видите у нас два раза в неделю если вы хотите помочь geekmedia и при этом получить кучу дополнительного контента который мы выдаем виде закадровых съемок виде записи наших стримов общения в специальном чате и всяких различных графе и в том числе розыгрыши игр и новостей как вот эти абсолютно без рекламы да еще и раньше на день то я просил вас подписаться к на на бусте и помочь каналу а мы вас отблагодарим за это всем чем можем спасибо всем тем кто поддерживает наш канал а мы идем дальше хобби world наконец-то официально подтвердили что издадут на русском языке игру fallout шеллер это забавная соревновательная игра основанная на известной цифровой франшизе fallout но при этом не на тех ролевых играх fallout которому уже привыкли а на цифровом приложении fallout shelter где вы строили свое убежище здесь вы тоже будете совместно с другими игроками строить свое убежище пытаться отбить его от разных напасти которые придут к вам извне но при этом выиграть вас только тот кто лучше всего это делал crowd games и дадут на русском языке простенькую игру на драфт и выкладывание полименошек и на тайлах который называется project l в этой игре вы будете драфт полименошки заполнять ими свои тайлики чтоб получать победные очки и еще больше полименошек если за один ход вы закрыли больше чем один тайлик то вы получаете бонусные очки достаточно простенько как семечка этому многим понравится издательство звезда выпустить на русском языке абстрактную симметричную дуэль аквалин и в этой игре хороший геймплей сочетается с прекрасным оформлением включая специальные пластиковые фишки которые будут немного напоминать вам те которые мы пользовались в азулах gaga games издаст еще один варгейм для двух игроков но этот варгейм можно будет играть за 20 минут и правило не займут у вас больше десяти минут blitzkrieg это дуэльная игра в которой вам предстоит сразиться за контроль над пятью театрами военных действий второй мировой войны каждый ход вам предстоит доставать жетоны своего мешка прятки за ширмой и решать какой жетон пойдет куда очень важно что каждая клетка на игровом поле имеет свой эффект и вы сможете ли получить больше жетонов либо завладеть уникальным оружием либо разбомбить заводы противника основная механика игры это перетягивание каната на пяти полях военных действий сможет ли победить решится всего за 20 минут это интересно на мой взгляд игра для тех кто хочет потихоньку войти в жанр настольных варгеймов а сейчас на крауд репаблики идет сбор средств на книгу с визуальной историей dungeons and dragons в ближайшее время мы выпустим обзор на эту книгу да вы не ослышались это будет обзор не на игру а на книгу просто потому что я считаю что такой очень важный момент для коллекционера или фаната даже сандра нас в этой книге столько много всего интересного что я сам и зачитался перейдите на крауд репаблик посмотрите ну или дождите нашего обзора он будет совсем скоро и в принципе это все на сегодня что я хотел рассказать с вами был юра вы смотрели гиг медиа и не забывайте что поддержать нас можно бусте а у магазина миппл хаус идут сразу три крутые акции всем пока а